Исследования показывают, что люди, которые просыпаются рано, более продуктивны, активны и легче справляются с проблемами. А еще у вас будет время для того, чтобы приготовить вкусный и полезный завтрак, а еще потренироваться. Все, как у нас в программе. Мы сегодня готовим вместе с чемпионом Беларуси по каратэ Артемом Кравцовым. Естественно, европейские игры запомнились. Во-первых, было очень интересно. Во-вторых, это был очень значимый старт, поэтому это были очень важные бои. Как понять, сколько рыбы в металлической банке? Нужно ее потрясти. Если булькает, это говорит о том, что заливки в ней много, а рыбы мало. Делаем разворот. Можно помогать рукой, но лучше без руки. Ручки можно на колени или на пояс поставить. То есть рыба, в принципе, морепродукты – это маст в нашем меню и обязательно добавляйте в свой рацион. А знаете ли вы, что 75% покупателей к запланированным покупкам совершают еще несколько спонтанных? Все дело в яркой упаковке и рекламе, поэтому не отвлекаемся, действуем строго по списку. Сначала выберем тунца в собственном соку. При покупке консерва в стеклянных банках посмотрите на заливку. Если она мутная, возможно, при приготовлении использовалось сырье вторичного замораживания. Если выбираете в жестяной или алюминиевой банке, обращайте внимание на дефекты. Ни вмятин, ни сколов быть не должно. В обоих случаях обращайте внимание на крышку. Ни о каком вздутии не может быть и речи. Как понять, сколько рыбы в металлической банке? Нужно ее потрясти. Если булькает, это говорит о том, что заливки в ней много, а рыбы мало. И еще лучше всего приобретать консерву, которая произведена в местах обитания тунца. Переходим в бакалею. Нам нужна паста фарфали. При выборе отдавайте предпочтение зарекомендованным производителям и всегда обращайте внимание на состав. Это пшеничная мука грубого помола с низким содержанием клейковины и вода. Допустимы натуральные красители. Внимательно осмотрите упаковку. Макароны должны быть целыми и мусора в пачке быть не должно. И еще если вы увидите на изделии белые точки, не пугайтесь. Это наоборот говорит о том, что мука для изделия была выбрана правильная. А теперь отправляемся за овощами. При выборе лука-порея на рынке или в супермаркете важно обратить внимание на некоторые детали. Например, стебель растения не должен иметь на себе какие-либо деформации, повреждения, участков гнили. Листья должны быть упругими, блестящими, насыщены зеленого оттенка. Если луковица у основания овоща не обозначилась, значит он молодой и нежный. И еще не покупайте лук-порей, если в ботве присутствует цветочная стрелка. Выбираем сладкий перчик. При покупке уделите особое внимание его хвостику. Он должен быть зеленым и упругим. Крайне не рекомендуется покупать перец с сухой или черной плодоножкой. В нем явно не будет ничего полезного. Если вдруг вы не знали, то перчики делятся на мальчиков и девочек. Сейчас расскажу, как их можно идентифицировать. Переворачивайте перчик и посмотрите, сколько горок. Четыре горки – это девочка. Три горки – это мальчик. Вкус девочек гораздо слаще, чем у мальчиков. Кроме того, дамы мягче и их лучше употреблять в свежем виде. Представители мужского пола более кислые и твердые. Поэтому больше подойдут для консервации рагу и других блюд, что требует термической обработки. Покупки сделаны, пора приготовить завтрак чемпиона. Артем, доброе утро. Очень рада тебя сегодня видеть у себя в гостях. Доброе утро, Маша. Я тоже очень рад сегодня прийти к тебе в гости. А ты сегодня завтракал? Я нет. Я тоже. Я очень голодная. Сегодня я постараюсь тебя угостить настоящим завтраком чемпионом. Я знала, кого приглашать на эту программу. Приступаем. Артем Кравцов. Многократный чемпион Республики Беларусь по карате. Бронзовый медалист вторых европейских игр по карате 2019 года. Увлекается музыкой. Выпустил полноценный альбом в стиле хип-хоп. Много путешествует, но любимым городом называет родной Могилев. Живи насыщенной жизнью и дыши полной грудью. Девиз по жизни героя сегодняшней программы. Артем рассказывает, так что же у нас сегодня на завтрак? Сегодня мы приготовим фритату с пастой и тунцом. Люблю пасту, люблю тунца, поэтому давай приступать. Поехали. Для фритаты понадобится 100 граммов пасты фарфалли, 150 граммов тыквы, лук-порей, горсть зеленого горошка, сладкий перец и 5-6 яиц. Также подготовьте зелень. У нас петрушка, 50 граммов пармезана и баночку тунца в собственном соку. Для песта нужна зелень, петрушка и базилик, 30 граммов грецких орехов, пара зубчиков чеснока и 5-6 штук вяленых томатов. Предлагаю начать, поэтому раздавай указания. Давай ты отваришь пасту и нарежешь кубиками тыкву. А ты чем займешься? А я нашинкую лук-порей. Давай тогда приступать. Быстрее начнем, быстрее закончим и все это съедим. Согласен. Поесть ты любишь, я так понимаю, да? Очень. Мое самое любимое занятие. Пока мы с тобой готовим, расскажи, какое твое идеальное утро? Мое идеальное утро – это выспаться нормально. Но, слава богу, оно у меня такое и есть. Первая тренировка у меня в полдвенадцатого, поэтому я встаю где-то около девяти, полдесятого, завтракаю и собираюсь на тренировку. Ты действующий спортсмен, чемпион Беларуси в трех весовых категориях. А помнишь ли ты свой первый бой? Свои первые соревнования в семь лет, ну, если честно, я помню смутно. Но это было начало и, наверное, это был один из самых важных моих боев и соревнований. Ну, понятно, в семь лет, наверное, мало, что люди помнят, но наверняка есть те старты, которые навсегда в твоем сердце, которые вот самые значимые для тебя. Ну, конечно, есть такие, наверное, один из самых таких турниров, которые мне запомнились, это премьер-лига, этап Кубка мира в 2015 году, когда я стал третий. Я помню эти бои, помню бой за третье место с очень сильными спортсменами из Германии. Я с большим счетом его выиграл тогда. Вот. Естественно, европейские игры запомнились. Запомнились все поединки. Очень были сильные спортсмены, и поэтому, во-первых, было очень интересно. Во-вторых, это был очень значимый старт. Поэтому это были очень важные бои. Но вот когда ты понимаешь, что это очень значимый бой, как ты к нему готовишься, как настраиваешься? Потому что, наверное, волнение-то сумасшедшее. Ну, волнения уже как такового, наверное, нет. Хотя мандраж всегда есть, но уже такого волнения, как в детстве, нет. Ну, есть же какие-то секретики. Да, особо нет никаких секретов. Просто настраиваешься, что все будет хорошо, настраиваясь на каждый бой. И все. Иногда мы просматриваем соперников своих вместе с тренером. В принципе, ничего такого особи. Ну, вот когда уже поединок закончился, понятно, что эмоциональное истощение наступает после этого всплеска. Как ты восстанавливаешься? Да не знаю. Приезжаю в номер. Стараюсь как-то отключиться от этого первое время. Просто хорошо выспаться, вкусно, опять же, поесть, отдохнуть. А потом уже вместе с тренером мы просто анализируем поединки, просматриваем ошибки и готовимся к следующим боям. Ты сразу приступаешь к активным тренировкам? Или все-таки есть время для восстановления? Как правило, когда мы приезжаем домой после соревнований, нам дают день-два отдыха, и потом мы плавно начинаем вкатываться в тренировочный процесс. То есть сразу таких сильных нагрузок нет. Постепенно-постепенно начинаем продолжать работу. Покажу вам комплекс упражнений на растяжку ног. Итак, первое упражнение. Садимся на ножку. Вторая нога прямая на пяточку. Делаем разворот. Можно помогать рукой, но лучше без руки. Ручки можно на колени или на пояс поставить. Делаем перекат. Другая ножка прямая на пяточке. Разворот. И постоянно делаем перекат-разворот. Перекат-разворот. Должно ощущаться натяжение здесь и здесь. Второе упражнение. Ножки как можно шире ставим. Как можно шире. И представляем, что перед нами находится забор, под который мы должны пролезть и не задеть его. Подлазим на раз. Вперед. На два. Назад. Раз. Два. И третье упражнение. Мы делаем на шпагат. Ножки как можно шире. И делаем скручивание в одну сторону. Полностью скручиваемся. И в другую сторону. Череду. Раз. Полностью должна быть развернута одна нога. И другая. В другую сторону. Постарайтесь эти упражнения сделать по 10 раз, и утро точно будет бодрым. Я тыкву нарезала. Что дальше? Нарезай сладкий перец, кубик. Погнали. А есть какие-нибудь криосауны, расслабляющие массажи в твоем списке восстановления? Конечно, все это есть. У нас есть свой массажист, у нас есть свой врач. Есть криосауны, есть массажи. Все. Все это у нас есть. Помогает все? Конечно. Конечно. Становится намного легче. А вот уже, допустим, прошел поединок, в котором ты не победил. Ну, понятно, это спорт, такое случается. Как ты восстанавливаешься эмоционально? Во-первых, Маша, дай мне тыкву. Держи. А теперь вернемся к соревнованиям. Ты же понимаешь, что мы профессиональные спортсмены, и без падения не бывает взлетов. Поэтому, да, какой-то осадок после соревнований остается, но мы работаем с психологами, понимаем все прекрасно, что это уже пройденный этап, и нужно готовиться дальше. Нет никакой агрессии к своим соперникам. А вообще с соперниками, возможно, приятельские отношения? Может, даже дружеские? Ну, вообще, на самом деле, может быть, это у меня такой характер, я не знаю, раньше с теми людьми, кто в моей весовой категории, я не мог дружить, скажем так, да, ну, как-то не получалось. Сейчас я немного изменился и поменял свои отношения. И да, сейчас у меня есть друзья, даже в моем весе, с которым я выступаю, и мы хорошо общаемся. И каково это выходить против твоего хорошего приятеля? Да нормально, нужно понимать, что работа есть работа, а дружба это дружба, нужно разделять все вещи просто, и все. Ну, вы потом после поединка как-то подходите друг к другу, какие-то слова поддержки выражаете, или там, красавчик, ты достойно боролся. Да, конечно, бывает такое. Мы в любом случае жмем руку, там, можем приобнять, поддержать, и все, двигаемся дальше. Карате это тот вид спорта, который со своей философией вы медитируете, настраиваетесь на поединке, совершенно по-особенному. Ну, и кажется такой довольно уважительный, что ли, вид спорта, но при этом он довольно жестокий. И вот я у тебя хотела спросить, насколько он травмоопасный? Ну, травмы бывают, да, не без этого. Потому что, помнишь, месяц назад ты меня уже приглашал на свою передачу? Да. И я не смог прийти, потому что ходил с фингалом, подсвечивал себе дорогу, так сказать. Ну, фингал, мне кажется, это еще отделался, как говорится, малой кровью. Наверняка бывают более серьезные травмы. Бывает, бывает, на самом деле. На прошлом чемпионате мира у меня была трещина ребра. Было такое, что и нос ломали, то есть хватает, хватает травм, на самом деле. Ну, насколько ты выпадал из тренировочного процесса? Максимально. Чтобы вообще не тренироваться? Ну, сложно сказать. В любом случае, тренировки продолжались просто, допустим, в каком-то лайтовом, скажем так, режиме. Допустим, если сломана рука, можно тренировать ноги и так далее. Если какие-то там растяжения, проблемы с ногами, можно работать над руками. То есть работа всегда найдется. Я с перчиком разобралась. Что дальше? Хорошо, давай мне его. А ты займись соусом песта. Так, я приступаю к нашему соусу песта. А ты что делаешь? А я взобъявляйся. Тогда начинаем. Я хотела с тобой еще поговорить про тренеров, про роль тренера в карьере спортсмена, особенно, пожалуй, наверное, начинающего спортсмена, когда он еще очень маленький. Насколько важно выбрать, скажем, того самого тренера? Я расскажу свою историю. У меня мой первый тренер Владимир Анатольевич Тросенко. Привет ему большой. Он был достаточно жестким тренером, справедливым. Было такое, что мы даже боялись зайти к нему в тренерскую. Даже так? Боялись пропустить тренировки. И тут, скорее, даже не такая большая любовь меня оставила в спорте. А немного переживали мы, если пропускали тренировки. Поэтому было как-то так. Но я считаю, что тренер должен заинтересовать ребенка изначально, чтобы ему нравился этот вид спорта. Вот, пожалуй, ты правильно сказал. Самое важное – заинтересовать ребенка, не отбить у него желание. И как это сделать? Это можно сделать за счет игровых тренировок. Игровые тренировки. Дети любят играть, им это нравится. Потом уже можно давать базу минимально какую-то. Вот. И потихоньку-потихоньку ребенок так втягивается. Обязательно растяжка в каратэ. То, что дети не любят, потому что это больно. Бывает, что и плачут. Я помню себя, что я тоже не особо это любил. Но у меня, слава богу, было все хорошо с растяжкой. А на шпагат ты тоже сейчас садишься? Если хорошо размяться и намазаться мазями, то вполне, вполне. Я сяду на шпагат, да. Я немного сейчас нас остановлю, потому что буду шуметь, взбивать наш соус. Песто готово. Что делаем дальше? Маша, ты разомни, пожалуйста, тунца, а я натру сыр. Давай тогда. Приступим. Смотри, у каратэ более 200 видов. Все они очень разные, кардинально друг от друга отличаются. Расскажи подробнее про свой. Ну, я занимаюсь олимпийским видом каратэ. У нас очень много правил. Например, удар ногами в голову оценится 3 балла, удар в корпус ногами 2 балла. Разрешены подсечки, разрешены броски, но только одной рукой. Если ты делаешь бросок двумя руками, за это наказание. Выходишь за площадку, наказание. Вот. Удар мимо головы тоже наказание, удар с проносом. Ну, на самом деле, тебе лучше это все увидеть, чем в 100 раз услышать, как говорится. На твой взгляд, насколько популярно каратэ сейчас в нашей стране? На мой взгляд, каратэ набирает популярность. На взрослом чемпионате, да, сейчас немного людей выступает. В моем весе это один из самых больших весовых категорий. У меня было 13, по-моему, человек. Вот. Но в детских категориях достаточно много детей занимается и выступает на различных соревнованиях. То есть, получается, в твоем весе прям такая очень серьезная конкуренция? Да, в моем весе неплохая, на самом деле, конкуренция в Беларуси. Сыр пармезан является одним из видов твердых сортов, который был придуман в Италии. Для людей, которые активно худеют, для людей, которые хотят следить за своей фигурой, рекомендуется потреблять сыры более твердых сортов за счет того, что они более выдержанные. Однако, помните, что даже самые хорошие сыры твердых сортов имеют достаточно высокую калорийность. Поэтому все же, если вы следите за своим весом, не забывайте о том, что сыр необходимо ограничивать и потреблять в определенной дозировке для того, чтобы не увеличить норму калорий, съеденную за день. Помимо жиров, сыр содержит в себе белок. И этот белок является хорошим источником для строения мышц в нашем теле. Поэтому полностью игнорировать сыры не стоит. Норма потребления сыра ориентировочно 30-40 граммов в сутки. Однако, это все зависит от вашего веса и в целом суточной калорийности, которую вы употребляете. И, конечно же, помните о том, что чем более выдержан сыр, тем более он полезен. Приятного аппетита! Вообще, каратэ в мире очень популярно. Такие люди занимались каратэ, как Элвис Пресли, Джеки Чан, Чак Норрис. И многие бойцы UFC, MMA, кстати, тоже начинали именно с каратэ. Маша, давай ингредиенты, которые ты готовила, и будем вмешивать. А у нас когда каратэ стало популярным? Думаю, у нас каратэ стало популярным за счет фильмов на видеокассетах с тем же Джеки Чаном, с тем же Ван Дамом, Чак Норрисом и многими другими звездами кинематографа. Маша, подай мне, пожалуйста, пасту, смешаемую с овощами. Держи. И давай сыграем с тобой в викторину. О, это я очень люблю, давай. Ты знаешь, как называют людей, которые занимаются каратэ? Э, каратисты. А вот неправильно. Ну-ка. Правильно будет каратэка. А наша форма одежды как называется? Кимоно? Ну что ты мне подсказываешь, ты меня сейчас и здесь поправишь. Да, получается, ты как бы проигрываешь. Кимоно – это национальная японская одежда, а наша форма называется каратэги. Вот так оно приплыли. Ну так-то да. Ребята, всем привет. Мы продолжаем с вами разбирать здоровые завтраки и определять, насколько же они все-таки здоровые. Сегодня мы разбираем с вами фритату с овощами, фарфали с красным песто и тунцом. В принципе, мне уже очень нравится то, как звучит это блюдо и какие ингредиенты были использованы. То есть мы взяли макароны из твердых сортов, отварили, добавили туда большое количество различных овощей, которые заранее пассеровали. Там же у нас есть и тунец. Я фанат рыбы. Очень люблю, когда ее добавляют в свой рацион клиенты, потому что это источник хороших полиненасыщенных жиров. Это омега-3, омега-6, которые так необходимы для нашего организма. И, конечно, это источник незаменимых аминокислот, которые точно так же будут строить наш иммунитет, строить наши мышцы. То есть рыбы, в принципе, морепродукты – это маст в нашем меню и обязательно добавляйте в свой рацион. Ну и, конечно, как я уже не раз говорила, с утра хорошо начинает свой день с медленных углеводов, которые дадут вам большое количество энергии, витамины, минералы. И обогатят вас просто бодростью, зарядят вас энергией, и ваше КПД будет на 100%. Это сочетание мне прям очень нравится. Это все смешали с яйцами и сделали из этого еще омлет. Намешали всего, много и круто. Что бы я, может быть, советовала? Чуть-чуть снизить количество яиц. Возможно, стоит сделать, например, один желток и больше белка, чтобы не делать жирность нашего блюда достаточно большой, не уходить в животные жиры, а все же оставаться с полененасыщенными жирами и жирами растительного происхождения. Но для того, чтобы наше блюдо скрепилось, как раз-таки вот белка будет достаточно. И, возможно, не такое большое количество сыра для того, чтобы затереть сверху. То есть это может быть просто какая-то щепотка для того, чтобы добавить нам вкус. В общем и целом потрясающий завтрак. Можете пробовать свой, добавлять свой рацион, разноображивать свое меню, получать удовольствие для буднего рабочего дня то, что надо. Мы на финишной прямой выкладываем наши овощи и макароны. Осталось их смешать с заливкой и отправить запекаться. Ой, ну красота же! И это еще не конец. Так, я тебе помогу. Спасибо. С нашей красотой. Добавим немножко сыра и отправляем запекаться на 10-15 минут. Приготовьте фриттату. Первым делом отварите пасту. Лук-порей нарежьте полукольцами, тыкву и сладкий перец кубиком. Сначала на сковороду отправьте лук, после – тыкву, зеленый горошек и перец. Потушите и добавьте готовую пасту. Приготовьте песто. В чашу блендера выложите вяленые томаты, масло не сливайте, грецкие орехи, чеснок и зелень. Перебейте содержимое до однородной консистенции. Теперь подготовьте заливку. Взбейте яйца венчиком. Посолите, добавьте размятого консервированного тунца и половину готового песта. Овощи с пастой выложите в форму для запекания. Сверху – заливку из яиц и тунца. Посыпьте тертым сыром. И отправьте запекать на 10-15 минут. Завтрак чемпиона готов. Приятного аппетита! О, ну это невероятная красота! Друзья, очень жаль, что камера не передает весь этот аромат, потому что пахнет божественно. Маша, я тебе уверяю, это не только красиво, но и вкусно и полезно. Я тебе верю и не терпится приступить. Дорогие друзья, готовьте вместе с нами, экспериментируйте. Всего доброго! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!